Красота и благоустроенность больницы и поликлиник, конечно же, привлекает горожан. В таких условиях и лечиться, и работать весьма приятно. Разговор на заседании общественной палаты шел о том, как довести работу медучреждений Сочи до высшей оценки со стороны сочинцев. Великолепная материальная база не соответствует тому уровню, как их принимают. Обижаются очень на нетактичность медперсонала. Но я бы сегодня ключевым поставила, пожалуй, другой вопрос. Изменение менталитета населения необходимо, потому что никто не занимается своим здоровьем. Начальник управления здравоохранения города Марина Вартазарян презентовала новую программу имиджа медицинских учреждений, где на первом месте должен стоять человеческий фактор. Люди будут идти к тому доктору, который установит с пациентом исключительно доверительные отношения. Председатель городского собрания Сочи Анатолий Луцик призывает перейти от слов к делу, а оценку деятельности врачебного корпуса даст само население. Глава города Анатолий Пахомов предложил организовать встречу всех главврачей медучреждений с руководителями общественных организаций. Сделать такие разборы проблемных ситуаций регулярными один раз в месяц. Подключаться к этой работе и городские волонтеры. Мы просто разработаем анкету и через наших волонтеров раз в неделю будем раздавать пациентам, которые сидят в очереди, которые выходят от врача или которые лежат в больницах, клиниках. Это самая лучшая социология, которая будет давать возможность первую. Это выстраивать рейтинг сами учреждений здравоохранения. С другой стороны мы будем требовать потом от главврачей, что вы смотрите, над чем надо работать. В Сочи 35 учреждений здравоохранения. Каждый день в них обращаются свыше 15 тысяч человек. Только скорая помощь ежедневно обслуживает 400-500 человек. Благодаря олимпийскому наследию город получил отличную лечебную базу. Новая больница на Красной Поляне, диагностические и травмохирургические центры в Бадлере и на территории 4-й горбольницы, как и многие другие учреждения, оснащены по последнему слову техники. Приглашены в город и востребованы узкие специалисты. Теперь сочинцы могут провести любое обследование и получить высокотехнологичное и квалифицированное лечение, не выезжая за пределы города. Дело за малым – вернуть доверие горожан к сочинской медицине.